Всем привет и добро пожаловать в игру Road to War, World to War 2. Со мной рядышком находится мой самый лучший друг Никита. Никит, крестовься, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте. Что ж, Никит, ты готов вместе со мной воевать? Да, я готов. И побеждать. Однозначно, только победа нас устраивает. Отлично, отлично. Очень хороший боевой дух. Никит, пожалуйста, водите в игру. Да, за какую фракцию будем играть? Давайте за американцев. Давайте. Можно, пожалуйста, пароль от игры? Чтоб я мог... Да, конечно. Давайте. 13 375. А можете немножечко побыстрее? Конечно могу. Я смотрю, вы давно не заходили в игру. Ну, очень много работы. Все же знаете, что у меня есть бизнес. Всем насрать. 13, вы говорите? 375. Отлично. Я смотрю, что вы уже вошли. Давайте начинать. Надеюсь, бой будет очень насыщенным, продуктивным. И, конечно же, с нашей победой. Поехали. Ага, вижу их окопчики у них жиденькие. Сметем, как хлебные крошки со стола. Понеслась. Понеслась. Возьмем с налета, Андрей Андреевич. Не сомневайся. Можете, пожалуйста, не называть, как меня зовут. Вы меня уже просто этим достали. Мой баттон героический держит оборону. Да уж. Да уж. Да уж. Что есть, то есть. Это только начало. Мы удержим левый фланг и начнем наступление на правом фланге. Озонов, я прошу вас, вашей поддержки на правом фланге. Да, конечно, давайте. Сделаем акцент на их правый бункер. Хочу подчеркнуть снайперскую группировку на левом фланге. Ее необходимо ликвидировать. Смотрите, они сделали усиление на правом фланге. Мы поставим мясорубку, как только они подойдут. Не сомневайтесь. Давайте выставьте, я тогда поставлю баттона. Считаю, что завод нужно уничтожить. Но вы его не уничтожили. Моя оплошность. Наступление на левом фланге начинаем. Ликвидировать. Так, на нас движется фолькштурм по правому флангу. Плюс там соушка. О, ваш аллигатор очень хорошо доехал до левого бункера. И задел его. Все так и было запланировано. Вы делаете? Считаю невозможным сейчас наступление. Ждем уничтожения правой стороны врага. Давайте не будем медлить. Уже сделаем Нептун. Тем более у меня он и... Подкрепление есть к Нептуну. Все остальное. Я ставлю собаку для уничтожения снайперской группировки. И пушки. Собака ваша очень хорошо справилась. Наступаем на их цитадель. Я чувствую, что это победа. Как и говорил я в начале видео, сметем, как хлебные крошки со стола. А копчики у них были очень жиденькие. Замурщательно. Замурщательно, Никита. Мне очень понравился бой. В сухую их уделали. Что ж, давайте перейдем к следующей фракции. Как вы думаете? Господа, у меня из корпуса выключили. Только сейчас заметил. Так тебе и надо. Ладно. За кого коллега? Я смотрю, что вы уже перешли на сторону немцев. Давайте за немцев будем. Давайте. Немцев не выгнали. 68, 040. 68, 040. Я уже давным-давно смирился. Сейчас я проанализирую оборону противника. Исходя из того, что я сейчас вижу, понимаю, что окопчики у них жиденькие. Сметем, как хлебные крошки со стола. Хочу обратить внимание, что противник сразу настроился на глухую оборону. Он до нас уже выстоял войска. В этом поединке я считаю, что противник очень сильный и достойный. Уважение. Победа не будет легкая. Очень хорошее замечание. Считаю, необходимо уничтожить целушку. Да. Хорошая идея. И продолжаем наступление на правый фланг с помощью наших десантников. У меня пока нету десантников. Я ожидаю, пока у меня наберутся очки для вызова каких-то войск. Попробую инженерную группировку направить на правый фланг. Очень не забывайте, что у них снайперы. Очень авантюрная операция, но попробуем. Авантюра провалилась. Сейчас вы расчистите, и я уже ставлю снайперов. Давайте уже добьем их правый бункер. Он мне мозолит глаза. Подготовьтесь, Никита, пожалуйста, к обороне. Глухой обороне? Или к обороне с целью потом начать контрнаступление? С целью начать контрнаступление. Принято. Враг не пройдет. Удержим. Гарантирую. При вашем согласовании могу уничтожить правый бункер. Уничтожайте. Ну, прошу также возможность сохранить мою соушку. Это не... Ну, мы посмотрим. Правый бункер уничтожает. В ходе дальнейших событий. Правый бункер уничтожает. Приказ выполним. Давайте я прикрою вашу соушку. Прошу сконцентрировать танковую группировку на левый фланг для сохранения армии и прикрытия соушки. Принято. Пока соушка стоит, мы будем сражаться, и враг не пройдет. Соушка уничтожена. Скоро наш, так сказать, успех на левом фланге будет уничтожен. Я считаю, что мы хорошо справились. Довольно-таки соперники были опытные, сильные. Да, группа ветеранов СССР, они довольно-таки сильных игроков имеют. Никита, мне очень все нравится ваш профессионализм. Это обоюдно, коллега, обоюдно. То, как вы ведете бой, комментируете бои. Я смотрю тоже туда, куда и вы смотрите. Да, к сожалению. Давайте попробуем за вермахт. Вермахт это наша одна из самых слабых фракций. Скажем так, наша Ахиллесовая пята. Да. 73-816. Прошу сменить на другого генерала. А уже поздно. А не поздно. 68-027. А вдруг? А вдруг бы у нас получилось? Да, смотря на ваши хитрые глаза, на вашу хмылку, я понимаю, что ничего у нас не получилось. Кого я обманываю? За вермахт, ну, довольно-таки боеспособно, способно играть по одиночке. Но в команде у нас не получается идти. Именно по вермахту. Единственная фракция, которая нас ставит... Пу-прум-прум-прум-пум-пум. Блухой тупик, скажем так. Андрей, я начинаю наступление. Начинайте его очень аккуратно. Смотрите, они уже уничтожили мину, которая была предназначена для КВшки. КВшка будет уничтожена моей кушкой. Ну, следующий. А не заграждение поставили, что нельзя выставлять. Я такого не помню вообще, честно. Ну, как это вы не помните? Есть такая способность? Я знаю, что способность есть, но я давно ее не видел на прахотике. Очень давно. А у вас есть какие-то идеи, как нам одержать победу? Есть. Я сейчас буду высокопить силы на танк и сделаю потом ремонт. Прошу поддержки моего танка. Полнейшее прикрытие. Принято. И по возможности установки еще одного тигра. Пока что это невозможно. Я ставлю ремонт. Хорошая идея. Бункер будет взят. Прошу возможность поставить еще раз тигра. Я думаю, что сейчас наша главная цель это защищать Густава, потому что он очень хорошо справляется против тяжелой техники. Смотрите, там появились снайпера. Я думаю, их надо в первую очередь уничтожить, так как они станут. Уничтожим. Все, я увидел. Я считаю, что мы заканчиваем с ними игру. Мы сейчас поставим жирную точку в этой. Выжженная земля им не поможет. Это было зря сделано. Делаю ремонт. Делаю ремонт. Не успел. Ладно. Фух. Неплохо. Прошу обратить внимание на названия корпусов. Они довольно-таки серьезные. Советский Союз? Да. За наших. 49-840. Слушайте, а мы с вами неплохо справляемся все-таки. Опыт войны ни с чем не спутать. Да, коллега. Так, сражаемся с немцами. Сразу хочу обратить внимание, коллеги, что окопчики у них жиденькие. Мы возьмем их на с налета. Вы так часто повторяете за окопчики. У вас какой-то опыт в этом есть, да? Да, я очень люблю окопы. Прошу поставить снайперов. У меня пока нету снайперов. Тогда не ставьте. Но они необходимы. Сейчас ваши гусеницы будут уничтожены. А, опоздался, когда я вы уничтожил. Правый бункер уничтожен. Поддерживаю ваших людей. Не хотел 61-го. Чуть-чуть просчитался. Наша левая сторона сейчас находится под большой опасностью и угрозой уничтожения. Нет, они где уничтожат их. Ну там танки, не забывайте. Одновременно было уничтожено два бункера, как наш, так и вражеский. Прошу на правый фланг сейчас ничего не ставить. Под прикрытием вражеской артиллерии. В срочном порядке уничтожить. У меня скоро будет выжженная земля, которую я буду использовать. Ну, пока нет необходимости. Я думаю, есть. Прямо сейчас. Согласен. Конечно, не слабенькое наступление было, коллега. Я, если бы у меня была такая способность, как у них, я бы ее не стал так мне потратить. Это пример со стороны немецких сил, как не нужно вести военные действия. Поздравляю вас, коллега. Обоюдно.